Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Предание старины. Группа Кероль. Кероль по преимуществу драматический жанрист в скульптуре, род искусства, редко встречающийся в наше время. К этому именно роду принадлежит превосходная группа, которую автор озаглавил предание старины. Содержание этой группы легко понять без излишних комментариев. Старуха рассказывает какую-то старинную историю двум детям, девочке и мальчику. Девочка уселась к ногам старухи и держит в одной руке ветку с цветами. Другую руку она положила на колени старухи и закинула голову назад, с любопытством глядя в лицо рассказчицы. Мальчик стоит тоже, опершись на колени старухи. Все ощущения ужаса, печали, любопытства на лицах детей переданы замечательной выразительностью. Ну и еще выразительнее лицо рассказчицы. Строгое, уродливое, суровое, дряхлое. Это лицо полное истинного драматизма. Сейчас видно, что старуха рассказывает не простую страшную сказку для того, чтобы занять детей, а страшное предание или может быть трагическую быль, в которой она сама может быть была участница или действующим лицом. В особенности хорошо драматические движения рук. Кослявых, худых, с резкими некрасивыми формами. Она их расставила и, видимо, жестикулирует ими, оживляя этим свой рассказ. Ну вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok